Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Добро пожаловать на нашу ферму. Продолжаем играть в Farming Simulator 19 на карте Отрадная Долина. И стартуем мы новый заключительный сезон после небольшого перерывчика. Поэтому те, кто не смотрел прохождение или кто забыл, давайте, в общем-то, посмотрим, что у нас тут есть, что у нас вообще происходит и что мы будем делать в этом сезоне. Прежде чем мы начнем, друзья, я хочу поблагодарить всех спонсоров за поддержку. Но и для тех, кто не знает, на Boosty ссылочка есть в описании. Все серии выходят прям по мере съемки и на момент выхода этого ролика, скорее всего, вся карьера уже снята до конца. Поэтому, если кому-то не втерпешь, можете перейти посмотреть. Во-первых, друзья, вот такая вот у нас есть ферма. На этой ферме у нас есть, во-первых, вот такой вот домик. И есть у нас пёсель. Без пёселя никак, это же ферма. Также у нас есть вот такой вот классный электротрактор, на котором есть косилка. Но мы им давно не пользуемся и вряд ли будем. Поэтому, скорее всего, имеет смысл его продать. А также у нас есть два элеватора. Один из них вот такой вот для всяких карьерных дел. А здесь у нас хранятся всякие полезные ископаемые, типа уголя, песка, гравия и так далее. А также производство камней дробилки. То, что у нас на выходе идёт. Известняк, гипс, карбонат, кальций и так далее. Извест само собой. А также здоровый зерновой вот такой элеватор. Что-то тут уже лежит, а чего-то тут нет. Но это ладно. По мере надобности мы это всё дело будем пополнять. Это не проблема. А по поводу техники, что у нас есть? У нас есть, во-первых, три вот таких вот классных супер больших комбайна для уборки зерновых. Кукурузная жадка только одна, но мы этим редко занимаемся. И есть несколько вот таких вот грузовичков, которые занимаются перевозкой грузов. И вот с этой стороны ещё один ман стоит, и один ещё у нас в работе. Есть всё, в принципе, для работы на полях. Два чизеля, две ещё вот таких вот небольших тоже возилки для грузов. Большая штука, чтобы известью посыпать поля. Маленькая бочка для воды есть, которой я тоже уже не пользуюсь, как я знаю сколько. Большая вот такая сейлка-сажалка. Там где-то даже плуг припрятан, который у нас для объединения полей. Также есть ещё удобрялка и культиватор. Большие. Они сейчас заняты, они культивируют и удобряют поля по контракту. А есть ещё вот такая вот большая цистерна на 100 кубов. Есть у нас холмер, который тоже сейчас занят на уборке. И к нему есть жатки для всех корнеплодов. У нас, друзья, лук сейчас убирается, на это мы сейчас дойдём. Есть такая вот бочка ещё у нас на базе. Здесь у нас топливо и, соответственно, заправляем технику, что на базе. Жатка для кукурузы есть одна. Прицепчик фреза. Да и вроде по технике всё, не так уж и много. Да, есть ещё волковая жатка вот такая, которой тоже редко пользуемся и, скорее всего, вообще не будем ей пользоваться больше. Надо будет как-нибудь навести порядок, наверное. Есть, друзья, у нас также, наверное, можно считать на базе вот такой вот большой склад фруктов и овощей. Он сейчас полупустой, я это всё дело отсюда повывозил. Хотя то, что степлится, он, видно, ещё что-то есть, что-то лежит. В таких вот ящиках здесь всё это дело хранится. Хотя не совсем в таких ящиках оно на самом деле существует. Ну ладно, напротив, напротив, друзья, этого склада у нас расположены, соответственно, наши теплицы и сады. Здесь у нас все доступные на карте фрукты и овощи растут. Я за ними периодически слежу и отсюда их вывожу. То же самое касается и садов. Я, в общем-то, на них в прохождении акцент больше делать не буду. Также есть здесь компостер, который делает компост. Тут, в общем-то, тоже всё понятно. Если мы чуть дальше переметнёмся, также у нас есть ещё два коровника. В каждом из них находится по 123 коровки. Сначала они были забиты в один, но место там стало заканчиваться и я их распихал на два. С коровками тоже, в принципе, всё хорошо. Есть также у нас такие вот склады для тюков. Сюда привозишь всякую траву, сено, силос, солома. Они там превращаются в тюки и забираешь тюки. Также у нас есть топливный завод, который, скорее всего, стоит. Да, он стоит, он заполнен, пока не используется нигде. Но это ладно. И, друзья, ещё есть фермерский рынок, тоже рядом с базой. Здесь у нас продаются всякие продукты. Здесь две цепочки. Во-первых, первое – это продажа фруктов и овощей. Здесь, друзья, они все практически забиты до отказа. Так что пускай продаются. Есть ещё линия с продажей тюков. Из того, что было, я тоже это всё дело как-то позабивал. Так что тут всё нормально. И ещё здесь продаются корнеплоды. Картофель. У нас, правда, картофеля нету. Сахарная свекла, морковь, лук, арахис, клюква. Это из того, что мы продаём. Но ещё здесь есть всякие свечи, рожек для камина, мыло, воск, мёд. Этого мы пока не делаем. Может, и не будем. И около миллиона в сутки вот это вот всё дело нам приносит. Также, друзья, у нас есть три поля. На одном из них сейчас собирается лук. Как раз нашим холмером. Этот самый лук у нас пойдёт на фермерский рынок, потому что заканчивается. И есть у нас ещё поле, где был собран клевер. Была собран, да. А с него вот отделилась вот такая вот трава. С одного поля я уже собрал. Здесь я всё это дело переворошил в сено и собрал. А на соседнем поле просто трава. Трава нам нужна. Также у нас есть ещё несколько заводиков на наших территориях. Во-первых, это силосная башня. Она постоянно работает. Я её постоянно докидываю сюда траву, высыпаю силос. Тут, в общем-то, всё в порядке. Надо сейчас то же самое, кстати, сделать. Давай, съезди, забери силос оттуда. А ты съезди, отвези травой. Вообще, если мы посмотрим на склад, то силоса у нас есть 5 миллионов. Трава сейчас собирается. Сено мы с поля собрали 4 миллиона, так что всё нормально. Если это всё дело будет заканчиваться. Хотя сейчас оно будет заканчиваться относительно быстро. В общем-то, будем с клевера вот так вот всё это пополнять. Также у нас тут есть вот такая вот штука для пополнения воды. Хотя её можно и в озере набирать, но поставил уже. Ладно, пусть будет. Есть у нас такой вот склад динамита. Точнее, производство динамита. Шахты в здание взрывать. Само то. В общем-то, небольшой запас я тоже себе сделал. Пока что производство просто стоит. Вроде как этого динамита должно хватить. И есть также у нас здесь ещё производство семян и удобрений. Удобрения постоянно у нас делаются. Они нам, во-первых, нужны. Во-вторых, они дорогие. Их можно будет продать, если вдруг что. Удобрения у нас делаются из навоза, жидкого навоза, из коровника, а также ил из озера. Если вдруг какая-то нехватка есть, можно подобрать оттуда ила и делать удобрения из него. Ну и запустил я, друзья, производство семян. Выспал сюда один прицеп ржи на 520 кубов. Когда он полностью весь сделается, я его отсюда и заберу тогда. Ржи у нас много. Это, друзья, что касается нашей фермы в центре. У нас, друзья, есть ещё несколько промзон. Вот это вот первое. Здесь у нас лесопильные всякие дела находятся. Во-первых, стоит лесопилка. Практически все производства сейчас стоят, потому что они производят ресурсы, которые нам не сильно нужны. Из интересного здесь, в первую очередь, конечно же, производства поддонов. Вот поддоны это то, чем сейчас пользуемся. Поэтому периодически я их сюда докидываю, отсюда забираю. Доски я сюда докидываю, поддоны забираю. Доски прямо вот отсюда берём с лесопилки. Но тут, как я говорил, уже практически всё стоит. Есть здесь и производство планок, которые остановлены. Досок можно закинуть. И производство ДСП забитое полностью стоит. И производство бумаги, друзья, здесь стоит. Но бумага у нас продаётся потихоньку на Starbucks. Об этом попозже. И также, друзья, здесь есть ещё и склад вот этой лесо всей продукции. Склад не полностью забит. Я, в общем-то, успокоился его забивать немножко. Но надо будет. Забьём. Чуть что, ресурсы у нас все есть. Если вдруг что-то понадобится, любое производство запустить можно в любой момент. А, ещё и подробилка тоже есть, которая тоже стоит. Также, друзья, здесь есть камни-дробилка. А камни-дробилку я тоже, друзья, остановил. У нас уже много насобиралось и извести, и карбоната, и известняка. Поэтому всё стоит. Единственное, гипс ещё производится. Гипса у нас меньше всего. Поэтому она мало-помалу медленно производит нам гипс. Пускай, в общем-то, работает. Ещё и камень здесь что-то лежит. Надо его закинуть. Камень закидывайся. Также у нас прямо здесь находится соляной карьер, где в случае надобности мы можем взять соль. На пищевое производство она нам, наверное, понадобится. А также здесь и песчатый карьер у нас находится. Песка мы оттуда нахватали уже прилично. Насколько я понимаю. Да, уже вырыто немного. Но песка ещё хватает. Чуть что, на карте есть ещё много песка. Далее, друзья, ещё одна маленькая промзона. Здесь у нас находится клеевой завод. Он делает клей-эпоксидную смолу. То же самое, производство стоит, пока потребностей нету никакой. А рядом стоит завод гипсокартона. Ресурсы для всех этих заводов есть. Продукты от их тоже на складах есть. Поэтому они пока просто стоят. Ну и, друзья, самые большие заводы, которые мы ставили. Это, во-первых, цементный завод. Здесь делаются цемент, ЖБ-блоки, брусчатка и ЖБ-барьеры. Этот завод тоже стоит полностью забитый, остановленный. А также, друзья, рядом ещё стоит сталелитейный завод. Тоже полностью забитый. Здесь другие стройматериалы. Идут стальные балки, трубы, арматура и гвоздь. Также тут ещё делаются стальные детали. И из галенита делаются свинец и серебро. Ещё стальные пластины, по-моему, здесь делаются. Да. Но тоже это всё дело забилось. Я думаю, что пока этого всего у нас будет хватать. Пока оно нам не сильно надо. Пока мы строили мосты, ресурсов не хватало. Сейчас, может быть, начнём массовое строительство заводов на карте. И опять нам что-нибудь понадобится. Но, в общем-то, если что, ресурсы есть. Также, друзья, у нас здесь стоит склад, тоже полностью забитый. Клей, эпоксидная смола и гипсокартон не полностью забиты. Но, чущество, как я уже говорил, не проблема. Со столи литейки цементного завода, как видите, всё полностью забито на максимум. А с этим, в общем-то, понятно. Погнали по островам. А, да, также у нас здесь карьер гравия есть. Гравия отсюда тоже уже довольно много выгребено. Но запасы ещё прям гигантские. Из карьеров также ещё недалеко у нас находятся угольный и карьер руды. Здесь мы много уже выгребли. Руды уходит много, угля уходит много. Поэтому, ну, прилично, да. Блин, грёбаный дождь. Во сколько ты закончишься? Через полчаса закончится, нормально. Потерпим. Через 37 минут, точнее. А, так вот, друзья. Все мосты, все абсолютно построены на карте. Ну, в общем-то, весь прошлый сезон этим занимались, строили мосты. Так что, доступ у нас есть к любой точке карты. Также на всей карте у нас, друзья, куплены все электростанции. И они запущены. На каждой стоит по 8 энергоблоков полностью забитых. Везде угольные. Один единственно вот здесь вот топливный стоит. Такой тестовый был. Судя по тому, что уже здесь поддоны появляются и не переносится вся электростанция. Полностью забито электричеством. Пускай, в общем-то, так и остаётся. А что у нас, в общем-то, на этом острове есть? Во-первых, есть завод Алкоя Металл. Здесь у нас делаются медные и алюминиевые пластины. Но завод, скорее всего, стоит. Да, полностью тоже забито. В общем-то, если что, у нас этого всего добра в достатке. Сюда надо привозить бокситы и медь, медную руду. И, в общем-то, из этого всего это всё дело делается. Да, из этого всего всё это дело. Ну да, мой русский, он такой русский. А также, напротив, есть завод кормов. Я когда-то думал, что я запущу животных всех. На самом деле, эти корма довольно дорого стоят. Их можно на продажу возить. Если с животными играться, пополнять, то это не самое выгодное. Не самое удобное, скажем так, действие. Потому что в поддонах всё это дело возить, но такое себе. Из того, чего мы здесь пользуемся, это, во-первых, сеносушилка. И то, наверное, сеном и отсюда. Она вообще работает-то хоть? Электроэнергии нет. Вот, кажется, забита вся электростанция, электроэнергии нет. Периодически оно сбивается. Почему-то оно вырубается, да, периодически. В общем-то, электроэнергии на электростанции много. Давай, запускай завод. А, так вот. Из того, что здесь интересная сеносушилка. Но я отсюда уже досушу сено, которое уже здесь траву докинули. Больше этим заниматься не буду. Опять-таки, сено у нас запас большой. Также у нас здесь делается моносмесь для коровок, для наших. Вот это, в общем-то, единственная линия, которая, наверное, и будет работать. И надо сюда, наверное, уже ресурсов даже подвезти. Будут силоса, соломы, сено пока есть. Ну, и моносмесь можно будет забрать, отвезти на базу. С этим понятно. Также у нас здесь есть кофейня Starbucks. Где-то, где-то есть. Вот она. Это точка продажи, которая у нас продает яблоки, апельсины, кофе, бананы, бумагу, молоко. И сливочное масло мы сюда еще привозим периодически. В общем-то, тоже какие-то деньги нам приносят, и хорошо. Также на этом же острове у нас стоит склад ПВ Метал Плюс. Здесь у нас всякие деталюшки можно привозить. Всякие листы, детали, провода, нить, трубки. О, контракт один закончился. Катушки и так далее. В общем-то, я сюда посвозил. Оказывается, оно здесь все в контейнерах, вот в таких вот. И не знаю, имеет ли смысл этим пользоваться, еще не разобрался. Но, в общем-то, если что, склад у нас есть. Также здесь раньше стояли здания, мы расчистили территорию. Если что, можно будет сюда что-нибудь поставить. А с этим островом вроде как все, погнали на другой. Значит, а тут у нас тоже есть электростанция. То же самое, забито, работает, все в порядке. Из заводов, что здесь стоят, из того, что мы построили, поставили, запустили. Во-первых, есть вот этот вот медный завод. Из медных листов делают всякие побрякушки. И он не работает. Потому что закончились поддоны и упаковка. Я понял, не проблема, привезем. Также здесь же должен стоять молочный завод. Да, вот он. Здесь у нас делается молоко, сливочное масло и сыр, да? Да, сыр, сливочное масло, а, сметана. Сыр, сливочное масло и сметана у нас здесь делается. В общем-то, тут опять-таки тоже все забито, все отключено. Единственное, сливочное масло работает, эта линия, потому что ее я освободил. Сливочное масло у нас на кофейне продается. Поэтому отвожу его туда. Также вроде как на этом острове, вроде как недалеко, да? Находится у нас еще и... Кстати, у нас здесь еще два рудника, бокситы и медь. Сюда нам пришлось буриться, взрывать шахты. Было довольно весело и муторно. А шахты эти, кстати, не до конца взорваны. Один выход до конца не взорвали, динамит закончился. И место он даже не все вывез, место грузовики закончилось. Не захотелось, короче, мне этим дальше продолжаться. Продолжаться, фу ты. Продолжать, да. Не захотелось. А так вот, рядом здесь у нас находится еще мусороперерабатывающий завод. Вот такой вот. Сюда мы, соответственно, свозим мусор со всех наших производств. И он нам здесь производит стекло, алюминиевый лист, пластик и бумагу. А потом из всего этого можно делать упаковку. Но упаковки производится много. Потребление этих самых ресурсов идет маленькое, поэтому можно отвозить на склад, продавать и использовать в других целях. С этим островом у нас тоже все. Погнали на следующий. Следующий остров. Здесь у нас не сильно много чего. Здесь у нас есть завод стекла, который делает нам стекло, которое тоже стоит, поддоны закончились. Вот поддонов везде не хватает. Ну, в общем-то, если что, стекло нам тоже есть где делать. Если спуститься ниже, это тоже получается уже другой остров, но они вроде как типа соединены. По крайней мере, электростанция одна здесь. Так вот, стоит опять-таки электростанция полностью забитая, а также рядом с ней мы построили сахарный завод. Но в конце прошлого сезона, в общем-то, только было запущено строительство. Завод еще не запущен. Он только-только построился, поэтому сегодня мы его запустим. Ну и, друзья, последний нижний остров. Там мы, в общем-то, еще ничего не запускали. Единственное, только угольную электростанцию поставили. Точнее, электростанцию купили, запустили. И она у нас там потихонечку работает. Купит пока что электричество для будущих заводов, которые мы здесь будем ставить. А здесь, в общем-то, есть что поставить. Есть что построить. И этим мы тоже будем заниматься. Вроде как ничего не забыл. Вроде как все рассказал. Так что, друзья, давайте о планах, наверное, теперь поговорим. Какие у нас планы по дальнейшему прохождению. А, во-первых, друзья, появилась у меня такая шальная мысль, что надо все производства на этой карте запустить. И, друзья, хочется мне запустить все вот эти вот кофейни. Черт, почему? Полтора миллиона она стоит. Короче говоря, вот эти вот кофейни, волмарты, точки продаж тоже запустить, что и полностью их снабдить. Мне прям стало интересно, сколько денег у такого, ну, типа пассивного дохода оно все будет приносить. Здесь еще много чем можно будет заняться. Но, друзья, в первую очередь хочется спуститься на Нижний остров. И какие здесь есть цепочки. Во-первых, здесь есть завод электроники. Надо будет его запустить. И из тех деталюшек, что мы делаем, будем делать батарейки, фонари и всякую прочую фигню. Кстати, вроде бы не сильно дорого стоит. Два миллиона. Ну, нормально, потянем. А также из интересного, на Нижних островах, друзья, есть завод чипсов и есть завод пива. Их вроде бы оба надо будет построить. Это прям то, что вот надо будет делать. А также здесь есть завод муки и Хартланд хлеб, то есть пекарня. На кофейне, по-моему, вот этот хлебушек, там много разного хлебушка производится. Там все это дело можно будет сбагривать. Я сейчас вот не обещаю, что я все это дело доведу до конца. Потому что это у меня прямо сейчас в голове есть мысль, что хочется все это сделать. А буду я это делать или нет, это уже как карта ляжет. Вот. Также на Нижнем острове находятся два поля, которые я хочу купить. Или хотя бы одно, 80-е. Оно стоит 5 миллион. На карте есть два таких вот супер больших поля. Вот 80-е и 64-е. Я хочу купить оба этих поля и засаживать их одно кофем, одно коноплей. И раз в три дня собирать с них урожай. А наши поля вот эти, которые поменьше, засаживать культурами, которые нам нужны. И соответственно каждый день ими заниматься. А раз в три дня убирать там кофе, коноплю. И иметь с этого солидный такой приток денег. Вот. Это из того, что в общем-то надо будет сделать. Из заводов, которые на остальных островах, такие вот прямо которые интересны. Это конечно же вот есть Кельглс продукты. Кенс. Кенс кстати у нас собственность, но у нас нет ресурсов туда. Он нам достался вместе со стеклозаводом. Они на одной территории находятся. А здесь у нас вот супчики можно будет делать. То есть такие тяжелые, скажем так, цепочки. Очень много ресурсов туда надо. А мясокомбинат можно будет, но это всех животных надо будет. Короче я еще, друзья, буду об этом думать. У меня еще в голове точно нет точного плана. Но вот что точно надо сделать, это чипсы и пиво. Без этого никуда. Поэтому этот сезон мы начнем именно с этого. А там дальше посмотрим, как карта ляжет. Может я психаную и не дойду до этого. Можно будет пепси сделать. Можно будет кетчупы Хайнса сделать, да. Но это все, друзья, посмотрим, не обещаю. Также в этом сезоне я собирались посмотреть на всякие фишки карты. И в общем-то тоже посмотрим. На данный момент у нас идет уборка лука. И контрактики, кстати, еще делаются, вот как культивация закончена. Ух ты, сбор урожая появился. Вообще лепота канула. Конечно же мы этот контракт берем. Вообще тут много контрактов на сбор урожая. Я думаю, что я их все повыполняю. Почему бы и нет. Хороший способ быстро поднять денег и, может быть, даже прикупить большое поле. Может быть, к следующей серии оно появится у нас. Так вот, друзья, давайте, наверное, тогда еще сахарный завод запустим на сегодня. Можно здесь, кстати, еще посмотреть, о чем я не сказал. Но вроде бы сказал обо всем. Вроде бы сказал обо всем. Погнали тогда на сахарный завод. Посмотрим, что ему надо и что он умеет. Так, это надо открыть. Это надо открыть, чтобы грузовики здесь... Чтобы всегда было открыто. Грузовики у нас по автодрайву все-таки катаются. Завод довольно-таки большой. Сахар. Что сюда надо привезти? Три линии здесь производства сахара. Это линии из сахарной свеклы. Линии из сахарного тростника. А если привезти и то, и другое, то будет еще быстрее это все дело у нас работать. Также у нас здесь производится меласса, если привезти еще воду и дрожжи. Как и меласса, как по бочке идет. В принципе, можно будет производить. Меласса у нас жидкая. Вроде бы на корм коником идет. Можно будет и лошадок завести, в принципе-то. Но ладно. А также у нас есть расширенное производство сахара, если привезти сюда мешки. Мешков у нас нету и, в общем-то, и не надо. Что меня радует, поддоны не надо сюда везти. Поэтому все нормально. Электричество есть, поэтому давайте, в общем-то, отправим сейчас грузовички. Привезти сюда сахарный тростник, сахарную свеклу и воду. Получается, сколько нам надо воды сюда? 500 кубов можно сюда привезти. Отлично. И по 500 кубов свеклы и тростника. Свеклы и тростника у нас много. Тростника мы навыращивали, по-моему, еще чуть ли не в первом сезоне. Много запаса сделали. Его не продаем. Он у нас идет на топливный завод. Поэтому, если что, проблем с ним не будет. Да и вырастить его тоже будет не проблема. Свеклы не так много, но она тоже есть. А я вам предлагаю, значит, что сделать. Во-первых, давайте отправим вот этого товарища повозить водичку. Выгрузка водочки есть. Вода едет два раза. Боюсь, что у него закончится топливо. Он съесть на заправку. Короче, пускай едет, катается. А воду набирает с озера. А также, друзья, у нас есть... А, это так не сработает. У нас грузовики, которые... Они по размеру больше, чем туда влазят. Ну, ладно. Потом остаток тогда на базу. Значит, ты, друг, вези свеклу один раз. А ты, друг, один раз вези сахарный тростник. Они не смогут там полностью выгрузиться. Но мы их потом отправим домой. Потому что эти прицепы больше, чем вместимость на заводике. Так, а после лука надо будет же с чизелем проходиться. Да, нуждается во вспашке. Короче, посевная будет долго. Траву ему еще здесь долго убирать. Травы, конечно, много выходит с клевера. Пускай убирает. Не так уж и много, конечно, полей созревших на карте, из которых можно было бы поубирать. Контрактики да денег подзаработать. Но да ладно. Зато дождик сейчас он технику помыл. У меня нету керхеров на базе. Нету мойки. Поэтому мы еще ни разу не мыли технику. Но идут дожди и иногда ее моют. Вот так вот, да. Да, лук какая-то вообще не сильно урожайная культура. Не сильно много его получается. Ведь лук потом понадобится много где. Будем выращивать, значит. У нас много полей. Лука этого можем вырастить сколько угодно. Он, падла, правда, растет дольше, чем обычные культуры. А вот Эман приехал. Первый. Так, мы здесь все пооткрывали. Все хорошо. Проблем, в общем-то, у них быть не должно. Блин, здесь не очень удобно ему будет ездить. Наверное. Вот воду выгружать сюда прям точно не очень удобно. И здоровенный завод, конечно. Сахар. А сахар, видимо, будет, кстати, в сыпучем виде возиться. Возможно. Возможно и нет. Так, водичка. Кругами он, короче, поехал. Здесь я понял. А свекла. Свекла выгружается. И завод сразу же заработал. Электричество есть. Свекла есть. Больше ничего заводу не надо для счастья. Мешки, сахарный тростник. Сахар. Возможно, здесь у нас будет какой-то отдельный склад с сахаром. Не знаю. Ну, в общем-то, сахарная свекла у нас выгружается. Тут все хорошо. Вода тоже выгружается. Тоже триггер работает. Все хорошо. Так, вот этого паренька. Сейчас он до конца выгрузится. Надо будет его отправить домой. Как я уже говорил, здесь все не влезет. 20 кубов осталось. Поэтому ездить, разгружая их на мой элеватор. После чего едь, паркуйся. Сейчас то же самое будет у нас с сахарным тростником. О, как раз вот он и приехал. Пошла выгрузка. Да, свеклы здесь прям кучи такие лежат. Ну да, у нас тут прицепы чуть больше, чем нужно. Сахарный тростник, он тоже в кучах будет. Да, все, забилось. Ай, он по чуть-чуть с разных кузовов. Да, оставил. Ладно, делаем то же самое. Едешь вдруг на мой элеватор, выгружаешься там и едешь, паркуешься. Я думаю, что расход у... Ох ты, какая скорость большая. Уже есть куб сахар. Так вот, друзья. Есть у меня подозрение, что, в общем-то, расход у тростника и свеклы будет довольно-таки большой. Скорость работы довольно-таки тоже большая. То есть, придется периодически это все дело подвозить. Не так, что мы 500 кубов закинули и забыли про это. А вот, по поводу... Слушайте, вместимость. У сахара тоже довольно много здесь может быть. Скорее всего, он, конечно, будет требоваться много где. Я думаю, первую партию мы с вами и на продажу отвезем. Кофейня Starbucks тоже принимает сахар. Опаньки, дождь закончился. Слава богу. Хотя бы звук закончился, анимации еще нет. Но скоро закончится. А вот. Значит, друзья, что за кадром сделаю? Во-первых, займусь полями. Буду делать контракты. Возможно. Но собираю 5 миллионов. Это, в принципе, не так сложно сделать здесь. А чтобы купить какое-нибудь большое поле. Конечно, больше хочется 64-е. Оно больше. А вот. Буду следить за заводиками. Может быть, мусор где-то пособираю. Потому что мусора уже довольно много везде скопилось. На фермерском рынке уже почти забито все мусором. Вот. Ну и в следующий раз какой-нибудь заводик, что-нибудь будем запускать. И будет, в общем-то, весело. На этом, друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Спонсорам еще раз огромное спасибо за поддержку на Boosty. Лайки, комментарии оставлять не забывайте. С вами был Никита Дилой. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки.